Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Пончиана, Понцано и Гаскон Испанский скульптор неоклассик Плодовит художник в свое время он пользовался большим уважением Его работы сейчас в значительной степени забыты Хотя их все еще можно увидеть во многих общественных местах Я пользуюсь википедией Пончиана, Понцано родился в Сарагосе 19 января 1813 года Его отец был охранником Королевской академии изящных искусств Сан-Луис И он вырос среди произведений искусства В детстве он проявлял большую любовь к рисованию Изучал скульптуру в неоклассическом стиле под руководством Хосе Альвареса Кубера В Академии Сан-Фернандо в Мадриде В 1832 был награжден золотой медалью Академия Сан-Фернандо выделила ему грант на обучение в Риме Там он смог изучать скульптуру греко-римской эпохи У таких мастеров, как Бертель Торвальстен и Пьетро Тенерани И добился некоторого успеха своим собственным драматическим произведениям По возвращении в Испанию в 1838 году он был назван заслуженным академиком Основал мастерскую в Мадриде Пополучал множество заказов, особенно на бюсты членов правительства и королевской семьи Был назначен официальным скульптором двора королевы Испании Изабеллы II Стал плодовитым скульптором рельефов, статуй и мемориалов В 1848 году он выиграл конкурс на украшение фронтона Конгресса депутатов В 1862 году королева поручила ему создать пантеон принца в монастыре Эль Эскариал Но он не смог завершить работу Был назначен профессором Мадридской школы изящных искусств в 1871 году Вращался в высших социальных кругах, считался человеком превосходных моральных качеств Однако его работа подвергалась критике, как неподлинно творческая Из-за смены моды его работа сейчас в значительной степени забыта Хотя они все еще хранятся в частных коллекциях и в общественных памятниках Панцано умер 15 сентября 1877 года в Мадриде Вот так вкратце из переводной википедии о Пончано, Понцано и Гаскон В испанском скульпторе неоклассики Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры создавал DimaTorzok